Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мой доклад называется Тензорное моделирование биосемиотических систем и молекулярно-генетических алгоритмов естественной структурно-частотной обработки информации. Вначале отмечу, что я являюсь научным журналистом в европейском издании «Все Андорро, все Пиренеи» на четырех языках, куда я приглашаю вас и других наших коллег-ученых и специалистов для интервью. Все это бесплатно, и мы формируем международную экспертную группу для международной координации научной деятельности. В данной работе по Тензору мы будем понимать некоторую многомерную таблицу, то есть некоторое такое упрощение. Недавно у меня был сделан доклад по программе геометризации алгебраической биологии. Это было сделано на семинаре Левича в МГУ. Я изложил некоторые части этой работы. В частности, алгебраическая биология была впервые предложена Сергеем Валентиновичем Петуховым, который продолжил исследование биофизика Румера. Он вышел на очень интересные результаты, связанные с резонансами и прочим. Это у нас есть все в семинарах по алгебрической биологии. Им интересно, посмотрите. Не будем на этом сейчас останавливаться. В основе методов Петухова лежит операция кронеткировского возведения в степень и принципы триплетов сильным или слабым корнем. Это также есть у Петухова. Сейчас мы сильно не будем на этом останавливаться. Он выходит на некие матрицы вырожденности, выходит на алгебры через декомпозиции и прочие интересные алгебраические системы. В данном случае, в данной работе основным философским методологическим аспектом является то, что именно двумерие, которые присущи матрицам, и двумерным числам, таким как комплексы числа, двойные, дуальные, по мнению многих ученых, обладают максимальным разнообразием. То есть двумерные объекты с точки зрения математиков являются самым интересным. Костным подтверждением тому является тот факт, что кора головного мозга, по сути, является тоже двумерным объектом. И именно за счет того, что помещается в череп огромная плоскость, вот эта двумерная, мы получаем извилины. Ну, понятно, что это не абсолютная двумерия, она тоже имеет свою слоистую структуру, но это неокортекс. Внутри уже рептильный мозг находится. Значит, с двумерием также связаны и клеточные автоматы, которые мы коснемся в этом докладе, рассмотрим, и матричная генетика Петухова, и генетические визуализации, о которых будет идти речь, то есть и многие другие вещи, которых мы коснемся. Значит, также методологическая основа данного исследования является информационная эргономика, то есть система человек-машина, расширенные до системы человек-интерфейс, машина-среда. И вот информационная эргономика, она как раз посвящена взаимодействию человека и машины через интерфейс для оптимизации умственного труда. Вот предложенная мной программа геометризации алгебраической биологии состоит из четырех этапов. Первый этап – разработка методов семантического анализа биологической информации и совершенствования. Второе – переход к семиотике. Затем – выбор координатной системы визуализация той или иной биосемиотической системы в некотором уже геометрическом пространстве. И в четвертом этапе переход уже опять обратно к семантике. То есть мы идем от семантики, от смысла, переходим от семантики к знаку, к семиотике за счет учета всего том же сублфавитов и математических операций. Затем – визуализация. И обратно мы получаем смысл, но уже смысл на новом уровне. Тут у нас выход на научное искусство и система коллективного разума и прочее, и прочее. Что такое биосемиотика? Это наука и следующее свойство знаков и знаковых систем, знаковых процессов в живых системах. Карифимин здесь у нас, конечно, Чапанов является из Питерской школы. Большой вклад внес Левич, Александр Петрович, с которым мне довелось общаться, и многие другие ученые. Значит, теперь следующая часть доклада посвящена нейросетевой парадигме. И здесь мы сделаем обзор по зарубежным и отечественным моделям. Ну, точнее говоря, зарубежные мы уже не будем смотреть, потому что они и так уже рассмотрены на других работах нашими коллегами. Здесь мы остановимся на сетях Бодякина, Жданова, Цыганкова. Сети Дорогого, кстати говоря, очень интересные квантовые нейронные сети. Это вы есть в интервью на нашем европейском научном блоге. Кому интересно, посмотрите потом. Так, по определению Бодякина нейросемантика и совокупность математических методов, стягивающих взаимоотображение процессов произвольно-предметной области, нейроподобные элементы. Вот пример такой нейросемантической сети. Вот на первом уровне, в первом слое у нас алфавит, затем алфавит формирует слоги, слоги формируют слова, слова формируют предложения, предложения формируют абзацы, допустим, абзацы, тексты, главы и так далее. Но это условное разбиение, на самом деле варианты разбиения могут быть различны. Но вот такая нейросемантическая структура связей, она хранит себе информацию о том тексте, который был использован для ее построения. Обладает массой выигрышных преимуществ, как для хранения, передачи, для шифрования информации, для помехоустойчивости, построения систем управления и так далее, и так далее. Вот пример. Вот Миша Леднев сделал игру «Змейка» и построил графики обучения этой змейкой. Самообучение на основе нейросемантического подхода. Видим, что система самообучается очень быстро. За несколько шагов всего лишь она выходит на насыщение и уже управляет змейкой достаточно эффективно. Ну, естественная идея это взять и сразу три, допустим, нейросемантических сети пустить навстречу друг к другу. В каждом слое нейросемантической сети можно построить свою сеть, объединив объекты внутри сети, внутри этого слоя. Например, слой слов. У попа была собака, он ее любил. И вот рекурсивное стихотворение. Оно замыкается само на себя в виде циклического, семантического графа. То же самое можно делать с кодом. Инсулин, допустим, здесь рассмотрен триплетный код инсулина. И шестиплетный код инсулина. То есть, на уровне шестиплетов видна роль определенного шестиплета, что он встречается более одного раза. Вот. Видны старты стоп-кодона, судя по всему, крайние. Как они между собой взаимосвязаны? Ну, можно брать тексты совершенно разного размера. Можно оставлять самые высокочастотные значения. Вот ежик, тумане, допустим, основные действующие лица остаются. Откидывать все низкочастотные и не визуализировать их. Сделаны, соответствующие, эмуляторы, программы компьютерные. Можно строить матрицы связанности по этим графам, исследования геномов и текстов на любых языках и прочее. Дальше, вот за что нами была получена первая премия Министерства обороны, это такая разработка на основе нейронов Жданова, которые описаны в его монографии «Автономный искусственный интеллект». Ну, тут описание этой системы состоит из ряда блоков, достаточно стандартных. Значит, интерес, вот мне представляет сам нейрон, он у нас в справочной системе здесь заложен. Он бинарный, на входе и выходе только бинарная информация. Значит, есть пороги, взаимосвязаны между собой на счетчиках, на триггерах, то есть, когда нейрон видит определенный образ определенное количество раз, этот порог начинает срабатывать и пропускать сигнал. И при этом в какой-то момент он начинает тоже через определенное число раз давать сигнал сброса на предыдущие нейроны. Образ, который видит данный нейрон, есть образ всех единичек. Почему это сделано? А именно потому, что структура связи нейронной сети такова, что этот образ может прийти только от определенных нейронов. И когда все эти определенные нейроны дают единички, значит, наблюдается некоторый образ, который, значит, этот нейрон получается ответственно только за определенный образ. Довольно интересная концепция и схема. Она позволяет конструировать довольно интересные сложные сети. Она имеет много общего с нейросемантическим подходом Бодягина. Только здесь у нас, значит, бинарные нейронные сети. Ну и, собственно говоря, интерфейс нашей системы. В ней же предусмотрены такие нейрограммы, которые мы создавали в интеллекте, в фирме интеллект, где это все разрабатывалось совместно с институтом машиноведения, институтом точной механики, и техники. И нами была разработана система и алгоритм. Вот этот алгоритм, который включает в себя тензорную декомпозицию, это алгоритм генерации глубоких нейронных сетей. То есть мы поняли, как на этих нейронах Жданова автоматически генерируется структура глубокого обучения с тем, чтобы распознавать сложные образы, зашумленные образы, образы, которые повернут друг относительно друга, или там как-то смещены, и даже, может быть, трехмерные образы можно распознавать. То есть работа с объемом. Ну и преимуществом данной технологии является то, что сети эти наши не имеют никаких операций с плавающей запятой, они работают на триггерах только лишь за счет этого очень высокой скорости их обучения и генерации структуры глубокого нейронной сети. То есть это под определенные процессоры без деления, без плавающей запятой. Отмечу, что современные сети, которые сейчас в основном используются, они как раз все на решение дифференциальных выравнений, оптимизации многопараметрической. В общем, сплошная математика. Здесь этого нет. Здесь все происходит на триггерах, на счетчиках. В каждом нейроне счетчик. Они считают количество совпадений образов вот этих единичных и дают сигнал на следующие нейроны. Ну, аппарат эмоциональной оценки это количество активных нейронов в данный момент времени. Можно так, каким образом привязаться к эмоциям, можно другим, но это инструмент целевой, в задачах управления может быть. Значит, структура этой системы автоматизированного проектирования это каталог сетей, сам язык, ну, скриптовый язык без компилятора, то есть он написательный. Ну, и, собственно говоря, сервер, в котором есть справочная система, визуализация, доступ и прочее, прочее. Так, ну, синтаксисом мы сейчас языка касаться не будем, ну, примерно тут можно увидеть, как он выглядит, и что означает себе обозначение, то есть идентификаторы нейронов, как они между собой соединены. Вот, выстраивается автоматически в поведенной программе структуры сети и дальше по сигналу оператора она запускается, выпускается нейрограмма, отрабатывается так за тактом. Вот, номер такта можно здесь задать, либо сразу все запустить. Вот, нейрограмма выстраивается, вот элементы интерфейса мы смотрим. Ну, разный вариант отображения нейрограмм возможно, есть в библиотеке разные структуры готовые для экспериментов, и есть очень интересная возможность генерировать сразу в ПЛИС эти системы. Так, ну, здесь также и сети с базами знаний рассматриваются. Так вот, возвращаемся к двумерию и к игре в жизни. Двумерный нейрокомпьютер-эмбрион, так его назовем. Двумерный почему? Потому что в его основе лежит два вектора равной длины, которые взаимодействуют между собой. В оригинальном случае это бинарные вектора. Об этом много рассказывал и расскажет Владимир Дмитриевич Сыганков, разработчик и создатель этого нейрокомпьютера. Это виртуальный нейрокомпьютер. Его можно условно назвать квантовым нейрокомпьютером, потому что он обладает рядом свойств присущим квантовым вычислением, квантовым компьютером. В частности, это свойства измерения результатов действия нейрокомпьютера, это свойства суперпозиции во времени, это свойства конгерентности и другие свойства. В общем, довольно интересная штука и снова двумерия. То есть, ну, принцип действия этого нейрокомпьютера описан Владимиром Сыганковым, я здесь отмечу, что вот четыре оператора, которые выделены в этом нейрокомпьютере, ну, это, собственно говоря, операторы переноса из внешнего мира во внутреннюю память. Переписывается сигнал просто, вот они все, и можно сопоставить четыре нуклеотина. Но это была первая такая мысль, что вот тут четыре, тут четыре, давайте попробуем понять, что это такое. Это вылилось в очень интересное развитие дальнейшее всего этого направления, то в генетике, что в нейроинформатике и с выходом на биосимеотику в целом. Здесь же я пока отмечу, что этот нейрокомпьютер моделировать может вестибулярный аппарат. Это довольно интересное следствие его работы. Поскольку если замкнуть по окружности вот эти вот памяти внешне-внутреннюю вот таким вот образом, то повороты вот этой всей системы они будут давать некоторый вариант внутренней динамики нейронной сети. То есть на образ можно смотреть под разными углами и все равно его распознавать. Примеры структур нейронной сети из наших первых программ. Эти программы уже развиваются достаточно давно. Внешний вид начального, как этот нейрокомпьютер выглядел, когда он был изобретен по-моему в 60-е годы еще. Вот ролик посвященный этому нейрокомпьютеру. Музыка авторская моя создана в генетических строях. Они связаны с этим нейрокомпьютером. Каким образом будет рассказано дальше? Вот эта черная дыра этого нейрокомпьютера как космологической модели. Вот интересные результаты в робототехнике. А вот переход, собственно говоря, когда одна память заменяется другой памятью, один образ переписывается на другой через хаос, через управляемый хаос. Собственно говоря, нейрокомпьютер эмбрион это вариант управляемого хаоса, который получается детерминированным. Вот космологическая моделька, очень интересное пространство Минковского вывернутое наизнанку. Это нейрокомпьютер эмбрион, вот такой интересный динамик обладает. Наши последние исследования позволили выйти уже в трехмерное пространство, очень интересное. Понятно, что это все кипит, перестраивается, если нейрокомпьютер работает в реальном времени и обрабатывает реальные образы таким же взрывоподобным процессом. Значит, есть три координаты. Координаты С, П, не помню, что за третьи координаты, ладно, потом вспомним. Это варианты нейрокомпьютера с двумя разрядами. Это все возможные варианты нейрокомпьютера с тремя разрядами. И вот мы тут подметили эту общую связь между матричной генетикой Петухова и его генетическими матрицами и матрицами нейрокомпьютера и эмбрион. Через объекты, которые Петуховым были названы как гиперболические матрионы, ну и вообще вырисовалась такая концепция, что объекты, которые описываются некоторыми матрицами, известными из алгебр, они, собственно говоря, могут друг в друга переконвертироваться математически абсолютно через формулу. Мы посмотрели, оценили количество и характеристики этих двух разных объектов, генетическая матрица и нейронная матрица и установили некоторые логарифмические как казалось связи. И вышли на аналог закона Вебера-Фехнера вообще-то. Он тоже логарифмический. Также интересным результатом оказалось то, что результат измерения работы нейрокомпьютера также подвластны некоторой формуле алгебраической, которая позволяет косвенным образом производить вычисления. Причем вычисления достаточно большими числами. Связь нейрокомпьютера и эмбрион имеется через гиперболический матрион и также с таблицей Мкелли базисных элементов гиперкомплексного числа. То есть по симметриям это все очень близко к алгебраическим системам. Продолжаем рассмотреть вопрос о алгебраической биологии, которые описаны очень подробно глубоко в монографиях Сергея Валентиновича Петухова. ДНК это двойная спираль, как известно, состоящая из четырех нуклеотидов, видов нуклеотидов. Стазингуанин, одинин, тимин, ВРНК у нас урациум вместо тимина. Ну и известные из курса биологии всех учебников, что существуют вот такие три признака пирамидиновость, аминомутируемость, комплементарность на основе трех водородных связей. Ну и строим табличку истинности для каждого из нуклеотидов и получаем вот такую интересную матрицу, которая используется дальше в матричной генетике и в наших дальнейших исследованиях по алгебраической биологии и биосемиотике. Нейросемантика связана с этим, потому что можно рассматривать такие нейронные сети для генома и для субалфавитов. Но на что обратил внимание Чергав? На то, что есть некоторые правила. Феноменологическими остались последние два, второе и третье. А первое правило о том, что количество аденина равно тимину, а гуанина и цитозина, что в маленькой капельке внутриклеточной жидкости, что в целой пробирке, долго было непонятно. Пока Уотсон и Крик не применили именно нейросемантический подход и не получили за это Леновицкую премию, кстати. А нейросемантика была именно в том, что они построили граф, в котором связями объединили именно вот эту феноменологию. А соединили с Т, а Г соединили с С. И оказались, эти семантические связи оказались водородными и вышли на двойную спираль. Вот примерно таким же образом, таким же методом мы и размышляем, применяя методы уже биокибернетики, биосемиотики, нейросемантики, генетической биомеханики и прочих-прочих всяких разработанных концепций научных и теорий к генетическому коду. И вот на что мы выходим. А выходим мы на интересные вещи. Во-первых, мы начинаем выходить на понимание самого генетического кода. Во-вторых, мы выходим на новые алгебраические системы. Ну, в частности, Сергей Валентинович Петухов в свое время обнаружил очень интересный класс матрицы Дамара, полученных специальным Т-алгоритмом из генетических матриц. Мы сейчас подробно не будем останавливаться на этом. Вот примеры матрицы Дамара, состоящих в Мациевоуши. Они используются для помехустойчивой передачи сигналы из космоса, допустим, с Марса. Когда фотография с Марса умножается на некоторую матрицу Дамара с отличающего размера и отправляется в космос. Это результат умножения. На Земле происходит обратная операция, снова умножается на эту матрицу и все помехи чудесным образом становятся абсолютно корректируемыми. Вот таким образом в цифровой обработке сигналов применяется матрица Дамара. Это один из вариантов. К нами были обнаружены новые матрицы Дамара и новые методы их применения. Также отметим, что и в квантовой механике матрицы Дамара играет огромную роль. И, как мы видим, в генетике тоже. Значит, если мы возьмем и используем еще один признак среди этих нуклеотидов, это фосфатный остаток. Виталий Сфирин обратил внимание на это. Значит, мы получаем еще одну строчку КМУ матрицы Дамара фосфатный остаток. Признак, да? И тогда у нас получается очень красивенькая квадратная матрица Дамара, абсолютно симметричная. И здесь довольно много интересных следствий из этого может быть сделано в дальнейшем. Потому что мы уже углубляемся в эту симметрию и видим все новые и новые следствия, которые, я надеюсь, мы продолжим в наших дальнейших изучать в дальнейшем. Значит, ну вот тут на данном слайде представлен, собственно говоря, алгоритм визуализации генетического кода. Мы получим, применив этот алгоритм, вот такие интересные мозаики, которые на данном рисунке соответствуют различным геномам различных организмов. Как видим, они довольно разные. Каждой мозаике сбоку синенькими значками показаны две строки матрицы Дамара или функции ООШ, которые использовались для визуализации. Значит, по осям у нас отложены десятичные числа, которые соответствуют бинарным представлениям N плетов по субалфавитам. Давайте вернемся к этому алгоритму и я попробую его понятно объяснить. Итак, у нас есть три субалфавита. Пуринопирамидины, аминокета и две или три водородных связи. Для каждой буквы A, G, T, C значит, мы можем построить набор из ноликов и единичек. У меня это просто нигде не построено, поэтому это надо просто в голове иметь ввиду, что у нас есть набор из ноликов и единичек для ДНК по этому признаку, другой набор из ноликов и единичек для той же самой ДНК по этому признаку и третий набор из единичек по этому признаку из ноликов единичек. Вот эти три нолика, я их назвал предикат 1, 2 и 3, они, значит, вот такие наборы. Мы их берем и делим на кусочки равной длины, ну, например, по 6 штучек. Вот они по 6 разделили. И эти единички, которые здесь не показаны, нолики, единички, переводим в десятичные значения. Все. Вот у нас три предиката, вот у нас трехмерное пространство по этим трем с алфавитом. И мы можем здесь для n равной 6 взять и нарисовать наши замечательные генетические отображения. Как я называю, это уже генометрики. Генометрики для n равной 6. Ну, здесь везде n видим разные, разные алгоритмы и разные проекции этого трехмерного пространства рассмотрены. Я выбрал наиболее интересные рисунки. Сейчас мы по ним пройдемся немножечко. Что же такое генометрия и генометрика? Это введенное нами понятие новое, новое определение. Уже в энциклопедии мы, значит, журналы Information это все ввели. Это научное направление в области молекулярной биологической семиотики. Основано на применении методов конечной геометрии, представляющих собой набор подходов к исследованию внутриструктурных физико-химических свойств генома в различных по метрическому координатных системах и на различных масштабах визуализации. А генометрика – это, собственно говоря, вариант применения генометрии к той или иной последовательности РНК или РНК. Об этом есть уже ряд публикаций, термины уже используются и застолблены, так сказать. Предлагаю их для простоты, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, вот примеры. Вот человеческая хромосома, допустим, для n равная 63-м нуклеотином, да, проекция x, y, хеликобактер. Хеликобактер. Вот что будет, если у нас нарушение функций хволша есть. Вот здесь у нас вторая функция хволша нарушена. Мы сразу при любых нарушениях практически скатываемся вот в такой вот треугольнике Серпинского. Хеликобактер. Вот это мне очень нравится, эта бактерия. Мир бактерий, конечно, он потрясающий. И вот это становится видно именно вот этим методом, генометрическим подходом. Вот именно бактерии, конечно, одно удовольствие рассматривать. Сурангиум целлюлозу, термофилум. Значит, пенициллин, да, вот грибки. У них достаточно вот выраженная структура такая, наполненная, то есть практически все варианты n-плетов, в данном случае 32-плетов, они присутствуют. Даже фрактальная структура почти не видна. Ну, надо сказать, что вот этот хомо сапиенс, да, вот эта вот структура, которую мы видим, она достаточно частая, она шаблонная. И, в общем-то говоря, разные структуры у разных организмов. Вот горилла, допустим. Это как бы, можно сказать, диалект, точнее говоря, это языки программирования генетического кода. Ну, я так условно называю в кавычках. А это обезьянка, такая маленькая пану называется. Кажется, анубис, да? Вот еще геном какого-то организма. Хлоропласт какой-то. Видимо, анимация тут должна начаться, что ли? Нет, что-то не началась. Так, ну и вот аспирант Плешаков. Константин предложил вот такую эвристическую формулу для того, чтобы посчитать n. n такой, чтобы можно было увидеть достаточно четкую картинку генометрическую. А l – это длина всей последовательности. Очень интересные мы наблюдаем вещи, когда мы начинаем подсчитывать количество вот этих энмеров по каким-то саблофавитам. То есть, точнее говоря, не энмеров, а их представление по какому-то саблофавиту. Да, вот видно, что чаще всего у нас одни единички, потом следующие одни нули, потом следующие по частоте вот такие 0,1, 0,1, 0,1, да? Потом опять какая-то повторяющая симметричная штука. Ну, короче, и совсем редко вот то, что наименее, то есть, наиболее хаотично. Все это показывает не случайность генетического кодирования, а мы отметим здесь, что только небольшая часть генома расшифрована, основная часть ДНК – это мусорная ДНК, там 99, там чуть ли не 99 процентов непонятно, как их функционирует. А, однако же, там выполняются не только правила чергафа, но и при рассмотрении с позиции генометрики и алгебраической биологии там новые вещи видны. Кстати говоря, вот эти вот наши генетические фракталы имеют отношение к амбиграмме, то есть трехмерный объект или тензор некоторый трехмерный, который имеет свои разные проекции в разные пространства. Как же выглядит трехмерное представление по всем трем сабалфавитам? Это пирамида Серпинского. Посмотрим на нее с разных сторон, полюбуемся. Ну, здесь она, естественно, не вся, потому что не все точки этой пирамиды присутствуют в том или ином геноме. Видим какие-то ее куски этой пирамиды. Это трехмерная визуализация или трехмерная генометрика. Значит, мы смотрели микро-РНК, хоть они и достаточно коротенькие, но все равно в них прослежится иногда структура этим способом, то есть совсем короткие мы не сможем смотреть, а вот подлиннее, да. В смысле совсем короткие-то мы можем смотреть, но там регулярной мозаики нет. Это нам передал профессор Зенкин из Великобритании, из Нюкасла лаборатории Нюкаслского университета. Термококус, который они там изучали и изучают. Так, другой метод генометрической визуализации. Это мы откладываем по каждой оси не бинарные представления, то или иной последовательности ноликов или единичек по тому или иному слову алфавиту. Вот Х, ось, вот Игрик, ось, да, вот их функция вовше, а количество ноликов либо единичек. И получаем, как правило, либо вытянутые вертикально, либо горизонтально такие вот пятна. Вот трехмерный вариант этой же штуки. Я понял эти пропуски, там у меня была анимация. Почему-то она не поддерживается в данной презентации, у меня не запускается. Следующий вариант визуализации. Идем по всей молекуле слева направо и откладываем порядок, у каждого порядка номера энплета его точечку в системе, в системе той самой, где мы по оси Х соответствуют у нас десятичные представления. У нас три суббалфавита, значит, у каждого генома, вот кином, пожалуйста. Один микоплазма, значит, один организм, вот другой организм, да, у них приен равные восьми даже, наблюдаются разные, разная с личностью. Это вызвано тем, что они в разных масштабах показаны. Ну, здесь не очень видна структура, а вот в некоторых случаях достаточно чётко. Да, ну и если мы пойдём вот по пути другой визуализации, где количество ноликов леденичек, значит, она у нас была связана с Харматовским секвентным анализом, вот. Значит, тогда можно ещё строить вот такие интересные графики новые, да. А эти графики удобны с точки зрения измерения фрактальной размерности, а фрактальная размерность имеет огромное значение в эмбриогенезе, такими работами занимаются в Институте экологии и эволюции, насколько мне память не изменяет. И там изучают именно пертеногенез ящериц, и вот у нас были совместные работы, и мы выдвинули гипотезу о том, что именно фрактальная размерность при активации генов и определённых температурных условиях, вот где эти ящерица отложила яйца, и вот какая там погода стоит, какие там климатические условия, тектонические условия, оно всё влияет на внешний вид ящерицы, потому что ящерицы рождаются очень разными. Именно потому что идёт считывание ДНК, и фрактальная размерность, она как бы влияет на скорость считывания. Фрактальная размерность и погодные условия. И мы нашли, вот как можно зацепиться математически за этот вопрос. А вот здесь показано, вот как раз в 22-й хомосоме человека видны вот некоторые области. Я их выделил стрелочками. Стрелочки выделены в области неоднородные. Вот здесь вот очень интересная область по всем трём сомолфавитам. Вот что это за области. Конечно, это известно генетикам, что это такое. Просто мы дали вариант визуализации того, что они изучали без визуализации. Значит, возможно, ещё такие визуализации, когда мы берём, нарезаем нашу хромосому как колбасу на куски, и каждый такой кусок визуализируем генометрически. Да, и получаем некоторую анимацию. А вот у нас сейчас она будет показана, видимо. Да, вот она, эта анимация. Ну, качество не очень, но тем не менее. Это ДНК по всем трём сомолфавитам. Смотрим, это разные представления одной и той же ДНК. То есть разные проекции этого трёхмерного пространства. Да, я пока ещё не сказал, что достаточно любых двух проекций, потому что по свойствам матрицы Адамара третья координата, она всегда задаётся путём математического сложения по модулю 2 между любыми двумя другими. То есть, в принципе, достаточно любой, любых двух визуализаций. Любых двух. Нет, любой одной визуализации достаточно, потому что там учитано 2 сомолфавита. А там не 2 сомолфавита, раз там есть 2 сомолфавита, значит, есть и третий. Вот такие вещи. Но, тем не менее, в нашем программном обеспечении мы показываем все три варианта. Значит, вот они, хромосомочки, 22 штуки. И х, и век хромосомы, да, и вот их визуализация. Значит, мы взяли и сгенерировали сохранением правила чергафа второго, случайную, псевдослучайную последовательность, и получили, что у нас есть действительно какая-то структура регулярная, но странная, да. А если мы просто хаотическую последовательность генетическую генерируем, то при любом масштабе мы получаем хаос, никакой мозаики, тем более фракталов, ничего такого нет. Ну, я, прежде чем перейти дальше, я еще отмечу, что вот эти вот математические наши объекты, генометрические, они очень помехоустойчивы. То есть, они позволяют сохранять свою форму при различных зашумлениях ДНК, при чтении даже в другую сторону, при прорежениях, значит, в фрагменте ДНК и в целой ДНК, во всех ДНК вместе взятых, одна и та же структура и так далее. Но мы пошли дальше. Мы осознали, что необязательно смотреть геном. Мы берем уже метод биоинформатики, разработанный нами, биоинформационно-генометрический подход, берем и применяем к визуализации текстов на естественном языке. Там тоже есть свои субалфавиты, допустим, звонки глухие и иитированный протяжный. Мы их можем заменить на нуклеотиды, построить, сгенерировать на компьютере цепочку ДНК из нуклеотидов компьютерных, буквы чек, и применить наши же компьютерные методы. И получим рисунок слева. Это текст на естественном языке. Книга. Либо тот же самый текст, но мы взяли машинный код, бинарный, и просто перевели в четвертичный код, то есть в последственном клейтинге в АКТЦ, и снова получили генометрическое представление. О чем нам это говорит? Это говорит о том, что любая информация, которая имеет некоторый смысл, некоторую регулярность, не является хаосом, она имеет вот такое генометрическое представление. А генометрика – это своего рода уже семиотика, то есть это некий знак, новый знак, новый символ, нового алфавита семиотического. Второе, о чем это говорит? О том, что здесь есть информация, да, я уже отметил, да, что о том, что здесь есть у нас информация, и она не является хаосом, потому что если мы возьмем хаотически сгенерированную, в последовательность мы получим рандомный паттерн хаотический. Еще один подход, генометрический, свежий подход – это визуализация по тому же самому принципу, но вместо десятичного представления каждой точки, да, мы используем ее чистоту. И вот когда я построил вот три такие представления для генома какого-то, мне это не впечатлило совершенно, я подумал, ну, какая-то ерунда. И потом через месяц-два только я додумался, что можно это взять и в трехмерии посмотреть, а в трехмерии-то это же сказка просто какая-то. Тут какие-то кластеры интересные образуются. Причем они у разных алгоритмов, у организмов, ну, такие довольно своеобразные, хотя что-то общее есть. Вот это надо тоже исследовать, это тоже генометрика, конечно же. То есть они очень строго, очень интересную структуру имеют. Вот, причем в геноме, в реальном, они распределены вот такими кластерами. А если взять вот Пушкина, я помню, да, взяли, а, вот текст Библии, ну, тут они как-то рассыпаны, ну, вот визуализация у них, ну, то есть вот в верхнем ряду у нас показаны трехмерные и двухмерные проекции частотного представления, а структурное представление, классическое, генометрическое, вот оно здесь представлено, да, при n равное 12. Мы взяли машинное представление на компьютере, бинарное представление текста Библии, и вот так вот обработали. Так, в одной из своих работ Сергей Валентинович Петухов предложил систему субалфавитов для систем 2-блочных U-комплексных чисел. Другая система субалфавитов, не та, которая была у нас изначально, но, тем не менее, это снова функция Олша, снова матрица Адамара, но здесь мы уже работаем с парами нуклеотидов, да, применяем тот же самый подход и получаем, если не память не изменяет, шестимерное пространство, и вот любуемся на его проекции, да. Тоже очень интересные картинки. Видим фрактальность, видим что-то вроде перфокарты такой компьютерной. Вот трехмерные проекции этого шестимерного пространства различные, вот такие крокодилы там летают, какие-то устойчивые фигуры, вот такие артефакты в двухмерных пространствах некоторых возникают, то есть оно-то шестимерное, но выраженное тоже, то есть там какие-то вещи, они регулярными остаются за счет математических свойств самого этого отображения, самого этого пространства. То есть что мы видим? Динаметрический подход, он расширяется, он получил свое расширение и обобщение, как применение этого метода для анализа любой информации. То есть мы можем взять произвольную матрицу Адамара, произвольную информацию, и применить одно к другому таким вот способом, и получить многомерные пространства. И пространство визуализации, пожалуйста, ничем не ограничено. Вот, пожалуйста, мы можем смотреть в полярной системе координат, на геном, можем в цилиндрической, можем как угодно, вот на ексогональной системе координат. Но там у меня были интересные результаты с ексогональной системой координат. В данную презентацию они не попали пока, но там ексогональная система координат сама отличается тем свойством, что там невозможны все варианты числовых координат. То есть там только кодирование такое, что не все числа кодируют все пространство. И если у нас в геноме возникают такие числа, которые в ексогональной системе координат отсутствуют, то их становится на рисунке видно. То есть компьютерная программа их все равно рисует, нарушает эту ексогональную систему координата. И мы понимаем, ага, здесь у нас, значит, по пуринам и перимединам, допустим, и кето-иаминам абсолютно одинаковая картинка. То есть абсолютно одинаковое бинарное представление. То есть еще одно направление генометрики. Так, здесь у нас показана классификация чисел, но мы остановимся пока на комплексных, двойных и дуальных. Мы говорили, что у нас все двумерие, двумерие мы, так сказать, провозгласили. И дальше мы переходим к интересной теме, связанной с комплексными числами, и докладам Алексея Викторовича Кириченко о геометрии живого. Вот геометрия живого, типичнейшая, так сказать, поверхность. Геометрическая это риммонова пространства. В генеративном дизайне применяется эта геометрия, но методы генеративного дизайна, они таковы, что либо это используется некий физический процесс, чтобы получить такой объект, какой-то промышленного дизайна генеративного, либо это как некоторая компьютерная программа, которая вот в силу знаний и умений программиста дает некоторую, значит, поверхность, которая там, допустим, на 3D-принтере напечатывается или на каком-то сценке вырезается. А мы пойдем с другой стороны. Значит, этот раздел доклад у нас будет называться генеративный дизайн и методы биоподобного генеративного дизайна с ней вклиновой геометрией. Начнем с определения комплексных чисел и комплекса сопряженных чисел. Я напомню, что это число, состоящее из двух элементов А плюс ВИ, где И в квадрате равен минус единице. И вот отсюда у нас идет алгебра комплекса чисел по правилам многочленов, которые никто не отменял. Там уже другие преобразования начинаются. И итеративная процедура множества Мальдеброта, множество Жуля, двумерная, опять же, подчеркиваю, да, как самое интересное и красивое множество, по мнению многих исследователей и математиков. Привлекает умы многих, кстати, и физиков, и гравитационистов, и космологов, и вообще, и медиков, кстати. Вообще специалистов. Очень интересная тема, да. Ну вот мы развили эту тему, мы изучали условия Коши Риммана. Совместно с Топоренским Алексеем мы написали компьютерные программы по построению множества Жуля с нарушениями условий Коши Риммана. Я сейчас не буду вдаваться в подробности этих условий. Вот результаты применения этой программы. Значит, у нас получается там за счет того, что мы вмешиваемся множеством Мальдеброта и множества Жуля, у нас получаются какие-то условия, в смысле не условия, а отображения, которые, значит, уже большее количество изменяемых параметров, да. То есть, если множество Мальдеброта, у нас есть Р и С, действительно мнимая часть, точнее говоря, это все множество Жуля, да, у них меняется Р и С, то мы комплексно сопряженные А и Б, их, значит, их значимость, коэффициенты. И еще меняем алгебры из комплексных на двойные числа. Иногда мы делаем вот двойные дабл, вот комплексные комплексы. И Берлин Шип, это значит, мы там по модулю взяли в определенных местах, поставили модуль, да. То есть, мы получили целый класс новых математических фракталов, которые вот вызваны нарушениями условий Коши Риммана. Ну и если плавно менять эти параметры, мы будем получать анимацию. Сейчас попробую ее продемонстрировать, да. То есть, мы по некоторым траекториям меняем некоторые отображения. Точнее говоря, эти параметры управляющие, они, поскольку в паре друг с другом могут рассматриваться, то это значит движение точки на плоскости, что отображено. Одновременно меняем их. И для комплексных, двойных, комплексных горячих кораблей, двойных горячих кораблей мы получаем различные отображения, да. Вот это мы назвали отображение дракона. Очень интересное и красивое. Давайте еще раз на нее посмотрим. Это вырождение дракона, да. А как это связано с генеративным дизайном? А очень просто. Вместо того, чтобы делать анимацию, мы можем на 3D-принтере отпечатывать слой за слоем, некоторую структуру. И что это? Тут у нас получается синергия, форма, материал. То есть это пористые структуры некоторые, которые обладают особенными прочностными характеристиками, особенными какими-то свойствами, с полостями. Кстати, медики тут могут видеть и МРТ, то есть внутренность человеческого организма, да, как будто мы видим. То есть может быть для генерации биоподобных объектов, генерации внутренних органов, может быть даже. То есть все достаточно интересно. То есть эта область математики, она как бы очень перспективная. Это алгебраическая динамика. То есть как себя ведут вот эти числа. Ну что, переходим дальше. Сергей Владимирович Петухов обратил в своих работах внимание на то, что вот эти двумерные матрицы генетические, они как бы ложатся на матрицу книги перемен. И вот мультипликативная матрица водородных связей. Она тоже ложится на эту книгу перемен. Это гиперполитический матрион, который мы рассматривали ранее. Корень квадратный из этой матрицы дает вот такую золотую матрицу. Вот золотой матрицей будет посвящена ставшаяся часть доклада, потому что это имеет прямое отношение к биомеханике. То есть все живое, оно подчинено вот этим закону пропорций, вот этим вот коэффициентам золотого сечения в различных степенях. Подобно как и в пентаграмме это прослеживается. Это прослеживается и в филотаксисе. Кстати, нами был создан музыкальный инструмент с генетической музыкой, да, пентаграммон. Мы открыли центр междисплинарных исследований музыкального творчества Московской государственной консерватории. Тоже на основе вот этих вот закономерностей сделана нами вот гитара сделана, электрогитара, потом отлиты биллы золотого сечения в Нижнем Новгороде. Вот, собственно говоря, инструмент этот, клавишный инструмент замечательный. Музыка есть. Вот. И гусли. Музыканты со всего мира интересуются этой темой. Значит, мы с ними поддерживаем направление и снимаемся продвижением и созданием генетической музыки. То есть это инструменты еще и компьютерные. Это инструменты на основе советского синтезатора. АНС. Очень богатые по своим тембральным возможностям. Возвращаясь к генетическим матрицам и матрицам золотого сечения, которые являются подложкой для всех наших вот этих, для всей этой генометрики, вот этой двумерной, замечательной, обращаем внимание на то, что мы можем сделать следующую штуку. Мы берем геном от первого элемента до последнего. Ну, элемент это N-плет, да. И каждому N-плету сопоставляем соответствующий ему коэффициент из этой матрицы. Но она уже будет гораздо большего размера, зависит от количества N-плетов. Да, здесь у нас 10-плета. И отображаем систему вот эту вот, соответствующую, да, длину в этой системе пропорций. А система пропорций на золотом сечении, она известна издревле, это система сажений. Ну, сейчас речь не об этом. Вот, рассмотрим подробнее такое вот саженное представление генома. Видим при приближении его фрактальные свойства, что там есть и микросажения, и макро большие, да. Потом я пошел дальше и написал программу, которая вот треугольники строит. То есть мы берем и, значит, треугольник, это у нас, получается, три точки задаются тремя координациями, да, под трем самолфавитом. А размер треугольника еще дополнительно, его расстояние до других определяется вот этими золотыми коэффициентами. То есть это некая попытка представить геном вот в виде набора треугольников, да. Ну, тут фрагмент какого-то генома я показал. В принципе, интересная попытка. Это надо изучать, то есть разные варианты генома. Это полезно и для популяризации науки, и для научного искусства, и для научных исследований, и для систем коллективного разума, поиска закономерностей новых, поиска маркеров, в том числе систем машинного обучения, для систем искусственного интеллекта и прочее, прочее. Вот, интересно, мы видим все то же самое, все те же коэффициенты в пропорциях человеческого тела, которые тоже пронизаны золотым сечением. То есть мы можем, соответственно, каждому энплету сопоставить даже и какой-то внутренний или внешний орган человека. Он человека или другого живого существа. На эту тему достаточно большое количество работ. Есть, я просто беру некоторые изображения, взятые из интернета. Это старые картинки достаточно. По биомеханике, по золотому сечению, по этой математике золотой. То есть это всюду и везде. Все живое на этом. Все привязано к золотым геноматрицам. То есть мы видим выход уже сразу на геном, через генометрику. Очень интересное интервью было у Ренаты про пятимерные пространства. Смотрите на моем блоге «Современная наука» на сайте Вся Андорра. Про мозаики Пенроуза она говорила. А это тоже интересное направление связанное с архитектурой. Но это такое загадочное направление, почему там это все то же самое мы наблюдаем. В малейшем, в каждом малейшем элементе сидит, правда, предыдущая архитектура, не такой уж и древней. Да и той, которая подревнее. Везде, везде мы видим эти соотношения. Конечно же, там, как и в живом, все с линейкой там не намеришься. Будет погрешность какая-то. Но, тем не менее, замысел творца создателя этой архитектуры ясен. Биоподобный дизайн. Он относится, кстати, не только к архитектуре, но и к мебели, допустим, к проектированию парков. Это саженная система. Одежды, подъезды, произведения архитектуры. Все это на золотом сечении. Все это система сажений и золотое сечение. Современные проекты тоже обратились к биоподобному дизайну. В принципе, за этим дизайном будущее. Кстати, увеличение волосков на крылья бабочки. Опять видим сходство с архитектурой. Я думаю, это неспроста. Есть на эту тему некоторые гипотезы. А вот сажения. Так, это у наших предков народные сажения были. Которые зачем-то потом назвали системой измерения. Хотя это на самом деле система соизмерения. Соизмерения. Ну, дальше у меня обрывок консерваторской лекции про Рояль Адаевского. Или Адоевского. Тоже сажения, сажения. Так и так правильно. Адоевский, насколько я правильно помню. Значит, связь его с музыкальным инструментом пентаграммон. И небольшой экскурс в наше прошлое. Связь Адоевского с музыковедением. С золотым сечением. С техникой его мира, который он описал. Фантастический мир, в котором ухитрился описать и социальные сети, и подокеанические тоннели, и прочее, и прочее. Но это уже материалы для отдельного доклада. Благодарю всех за внимание. Спасибо. До новых встреч.